Андрей Андреевич Могила, гетман правобережной Украины в 1684-1689 годах. Биография о молодости Андрея Могила известна немного, он скорее всего родом с левобережной Украины, возможно из местечка Мена. В молодости был запорожским казаком, потом был изнан пехотным полковником во время молдавского похода Куницкого. Принимал участие в битвах под Кицканами в 1683 году Ирине, под его командой была казацкая пехота. Возглавил заговор против своего предшественника гетмана Куницкого и после его убийства в марте 1684 года, был избран наказным гетманом правобережной Украины. Резиденция могилы находилась в Немирове. Могила вел борьбу против турецко-татарской агрессии на правобережной Украине. В мае 1684 года у местечка Студеница казацкий отряд гетмана попал в засаду и был уничтожен. Могиле с 30 казаками удалось спастись и добраться до Немирова. Но тут казаки учинили мятеж в войске, большинство из них перешли и были приняты в казацкие полки на левобережной Украине. В дальнейшем казацкое войско могилы неоднократно принимало участие в боях с турками на Подолье. Гетмана и его казаки в декабре 1684 года отличились в битве под Цуцорой. Однако вследствие массовых переходов казаков на левобережи, к концу жизни в его реестре значилось всего 1872 казака в трех полках. Андрей Могила был убит в январе 1689 года своими же казаками, недовольными разделом королевской оплаты за службу. По другой версии он умер своей смертью, точная дата смерти остается предметом дискуссии историков. Похоронен был в Свято-Покровском Межигорском монастыре под Киевом. В селе Малый Букрин Киевской области на старинном кладбище до наших времен сохранился казацкий крест второй половины 18 века с надписью Андер и краткое. Андер Йович Могила, сына Могилы, после смерти отца служил при королевском дворе Яна Сабеского. Оценки современников. Гетман Иван Мазепа в 1689 году про Андрея Могилу высказался категорично о ненитил Копинии. Аллея Тверези розум унимает. Субтитры создавал DimaTorzok